всех приветствую здравствуйте мы сегодня начинаем с вами прямой эфир посвящен он моделированию при помощи типс гелевых арочный квадрат сегодня выполним с вами витражное моделирование при помощи данного продукта типсы у нас данный вариант с короткой контактной зоной соответственно моделирование по поверхности мы будем выполнять полноценное я подготовила ручку своей модели мы проводили сейчас предыдущие эфиры сделали вот такой витражек в инстаграм и сейчас с вами выполним аналогичные аналогичный дизайн немножко другая вариация у нас будет при помощи этих типс продукт у нас таким образом выглядит здесь типсы которые мы подбираем по размеру по ширине ногтевого ложа так убирай свой длинный пальчик начинаю я с подбора типс должен быть подобран таким образом чтобы его ширина была чуть чуть больше ширины натурального ногтя для того чтобы в зонах в роста вы четко видели что они перекрыты перекрыты нет зазоров пятерочка у меня подходит сейчас на средний пальчик ноготь я подготовила я убрала длину свободного края брала ее по линии гиппанихия стараюсь делать овальный свободный край для того чтобы он у меня подходил под овальную контактную зону на типсе подготавливаю ноготок обезжириваю его обезжиривание выполняю при помощи евроклинсера ногтевую пластину обезжириваю для дополнительного обезжиривания я использую nail prep испариться мне обезжириватель прохожу по поверхности по всему ноготку и даю ему испариться на воздухе испаряться на воздухе подсушивает выводит остатки влаги масел из натуральной ногтевой пластины подсушила далее ультрабонт у нас идет вход ультрабонт перекрываю поверхность ногтевой пластины тонко без нахлёстов и можно немножко по торцу пройти ультрабонт создает дисперсионную пленку на поверхности за счет чего прикрепляется материал у нас дальше к ногтевой пластине типс мы подобрали по размеру он достаточно большой длины то здесь у нас фактически 12 единиц мы будем выполнять моделирование полностью на всю длину фиксировать типс будем при помощи базы medium базу medium для начала я нанесу полностью на всю поверхность ногтевой пластины тонким слоем без выравнивание то есть это просто база это основа тоненько аккуратно по всей поверхности проходим прохожу базой счищаю излишки крошки прилетели и отправляю сушить базу подсушиваю контактная зона у нас уже готова нам на нее необходимо нанести будет базу medium при установке обязательно обращайте внимание на центральную ось чтобы у нас не уходил в сторону свободный край поэтому мы сейчас базу подсушим немножечко скажем так при как это слово сказать прицелимся я уже не знаю как формулировать установлю и скажем так прицельно посмотрю как она у меня становится всего ли мне достаточно все ли перекрывается и обязательно смотрите разверну по боковой оси при установке типса при фиксации форма у нас квадратная и нам в центре обязательно нужно чтобы у нас формировалась стрессовая зона поэтому при установке когда мы поджимаем я слегка задеру свободный край обязательно сохраняя эффект параллельности боковых сторон но все равно чтобы у меня в центре вот здесь образовалась такая скажем так ямка небольшая для того чтобы мне было куда наполнять стрессовую зону то есть толщина у нас должна в стрессе обязательно заложиться также я беру базу медиум и вот эту коротенькую контактную зону наполняю что промазываю ее базой не сильно толсто промазала базой подношу к свободному краю немножко немножко выталкиваю прижимаю так ну что юль смотри ровно прижимаю и чуть-чуть слегка задираю подсушиваем фонариком сейчас мы просто фиксируем такая первичная фиксация у нас полностью под фонариком материал не просохнет поэтому мы его просто прификсировали отправляем досушиваться в лампу здравствуйте да всем здравствуйте я всех приветствую всех кто присоединяется к нашему эфиру те кто только подошел напоминаю что тема у нас сегодня типсы гелевые арочный квадрат работаем на всей длине и будем выполнять витражное моделирование при помощи данного продукта типс у нас вот такая коробочка достаточно большая 120 штук в наборе доступно не у представителей и на сайте также есть на имишоп 810 рублей стоимость зафиксировали теперь поверхность нам нужно обезжирить и убрать глянцевый блеск с поверхности свободного края непосредственно с самой типса чтобы материал который мы будем выкладывать на поверхность у нас прикрепился прикрепился и зафиксировался при помощи пилочки я зачищаю контактную зону здесь у меня небольшая волна материала мы взяли достаточно количество сильно много на боками по вылазил зачищаю контакт немножечко сбоку подтягиваю так можно на типсах сделать дизайн а потом можно сделать дизайн на типсах и приклеить к ногтю если речь идет о том дизайне который мы сейчас будем выполнять витраж мы будем делать с внутренней стороны то отступайте контактную зону оставляйте прозрачной чтобы у вас было хорошее хорошее было прикрепление полимеризация могла произойти прикрепили и пожалуйста да можно подготовить заранее то есть если вы знаете какой запрос у клиента что хочет ваш клиент можно заранее сделать что это да я пилочка сейчас пройду хорошо Юля как скажешь что мне тут комментирует наш второй технолог она у меня сегодня в качестве модели она в процессе моей работы постоянно меня поправляет и если я что-то забываю или что-то делаю не так такого не бывает шлифовщиком прохожу можно пилочкой можно шлифовщиком шлифовщик просто более такой мелкий опил дает так поверхность мы сделали глянц о господи матовой берем также обезжириваем я здесь в большей степени обезжириваю просто для того чтобы опилу брать потому что сейчас у нас пойдет выкладка с культурными гелями мы начнем работать и вот опилу нам не должен дальнейшей работе мешать зафиксировали дальше я поработаю двумя гелями это два скульптурных геля гель монофаз и форм гель клер это прозрачные скульптурные гели и тот и другой разница у них в вязкости и в жесткости форм гель клер он более густой даже в баночке видно да что вот он стоит на месте он не течет соответственно он более жесткий я его буду использовать для того чтобы наполнить стрессовую зону в центре а всю поверхность уже всю скульптуру буду выкладывать гелем монофаз монофаз прозрачный также скульптурный более гибкий гель то есть исключить от слойки в зоне кутикулы поэтому именно его будем использовать так форм гель клер мне понадобится кисточка для выкладки скульптуры я набираю набираю небольшое количество выгружаю в центр в центр потому что здесь у меня будет стрессовая зона при установке типса мы свободный край ну я не могу сказать что мы его вздернули ну просто немножечко что-нибудь что у меня попало в геле засвинякала мы немножечко вздернули для того чтобы у нас в центре образовалась ямка в которую толщина стрессовой зоны заложится длина девочки большая форма квадрат если у нас пойдет завал формы вниз соответственно в стрессе ногти получатся либо очень большим бугром либо они будут максимально тонкие и конечно они сломаются такие ногти вот для того чтобы добавить дополнительную прочность я в центре в центре прорабатываю толщину закладываю более жестким гелем также прозрачным скульптурным сбоку развернули видите вот эту ямочку толщину вот эту я заложила да мы работаем на гелевых типсах спасибо девочки кто помогает мне отвечать сегодня работаем на гелевых типсах арочный квадрат с короткоконтактной зоной этот типс нам гарантирует что в зоне свободного края у нас получается хорошее симметричное заужение на всех пальчиках хорошее симметричные арки идентичные на абсолютно всех пальцах и мы исключаем этап постановки формы выкладки свободного края то есть мы фактически свободный край полностью всю форму уже фиксируем она у нас уже готова и далее работаем только по поверхности только со скульптурой и выстраиванием архитектуры далее беру гель монофаз также сначала набираю небольшое количество также сейчас опять на прилягу на стол так сразу пузыречек убираю эти кисточка сильно махнула сразу раз и воздух у меня количество геля небольшое я выкладываю формирую в центре я прям скручиваю то есть оставляю толщину в центре и начинаю плавно подводить кутикули подвожу подвожу кутикули начинаю спускаться наполнять к ростам ногтевым не дохожу сильно близко так как большая длина мне придется делать такое достаточно выравнивание на большой длине поэтому я сначала подхожу с отступом небольшим от кутикулы а после того как я уже выложу архитектуру скульптуру выложу на поверхности выровняю перед просушкой я возьму линеарную кисточку и доведу материал до кутикулы делаю это сознательно чтобы на данном этапе у меня ничего не затекало ну по крайней мере риск минимизировать можно вместо клеера акригель или монофаз использовать можете полностью монофазом выкладывать нет никаких проблем вместо клеера вместо я поняла можно полностью выстраивать монофазом акригелем девчонки акригелем смотрите здесь у нас материал полупрозрачный то есть у нас сейчас гель точнее не полупрозрачный а прозрачный стекловидный акригель он все таки такой легкую замутненность имеет если вы делаете не витраж то можно а если именно хотите чтобы был эффект витражный все таки акригель прозрачный будет от монофаза отличаться именно непосредственно самой прозрачности перевернула сейчас пальчик пытаюсь сцентровать сразу говорю что мне не очень удобно это делать под камерой поэтому и времени побольше занимает и материала на поверхности много смотрите я сейчас посушу а потом добавлю я лучше добавлю после опила я не люблю наваливать сильно много а потом много пилить поэтому я выкладываю меньше при необходимости добавляю то о чем я вам говорила я сейчас взяла кисточку линеарную и толщину материала к ростам ногтевым и к кутикуле в нужных местах я подтягиваю видите у нее еще такая кутикула с карманом таким большим не очень ровно кисточкой туда сложно подходить и толщина приличная толщина и длина а если длина слишком велика с какой стороны укорачивать нужно со стороны свободного края устанавливаете фрезу давай послушаем устанавливаете фрезу вот у вас например вы установили типс зафиксировали вам это длины сильно много со стороны свободного края длину убираете я фрезой понижаю больше всего почище поаккуратнее фрезой потому что если вы начнете тем же самым катером длину убирать может пластмасса деформироваться где-то побелеть поэтому лучше всего фрезой фрезой это делать так вот такой набор очень комфортно очень комфортно в работе на самом деле достаточно быстро получается потому что мастера кто когда-либо моделировал арочные ногти арочный квадрат есть определенные трудности всегда с постановкой формы бумажная форма на такую длину должна становиться просто идеально четко симметрию вымеряем зажимаем чтобы одинаковыми они трубочками были чтобы никуда боковые параллели не ушли там ребра нигде не заломились это такой процесс достаточно ну и трудоемкий и сложный поэтому вот если облегчит работу можно использовать вот такие типы это значительно облегчает работу я как мастер классического моделирования я конечно очень люблю работать на нижних формах и арочные ногти люблю моделировать на нижних формах но это очень хороший вариант если у вас недостаточно опыта недостаточно опыта для моделирования такой большой длины а клиент запрос запрос у клиента такой есть подсушили поверхность также я снимаю дисперсию после просушки снимаю дисперсию выполняю такой черновой опил и смотрю есть ли мне необходимость добавлять еще материал по поверхности работа пилочка 100 на 180 единиц для искусственных ногтей открываю толщину торца смотрю в торец в самом кончике в самом торце у нас толщина будет фактически толщина типса поэтому я на это ориентируюсь и излишки по поверхности я начинаю снимать и поверхность выравнивать как правило при выкладке страдают боковые поверхности вот видите в бочках немножечко сразу видно где не хватает пилочка начинаем работать и сразу видим куда нам нужно докладывать большая длина на большой длине достаточно сложно сразу выстроить архитектуру ну если только не очень навалить много то да тогда будет попроще но тогда пилить придется сильно долго вот я вижу где у меня просел материал да видно где у меня не хватает поэтому я сейчас запилю предварительно быстро это не занимает много времени я буквально убираю блеск потому что на прозрачной скульптуре на прозрачном свободном крае сложно сложно увидеть и толщину даст нужную увидеть и нехватку где-то материала поэтому в такой черновой вариант разверну так я по боковой оси смотрю смотрю вдоль и отмечаю себе что вот у меня вот здесь в зоне не хватает по боковой поверхности блески шлифовщиком убираю отметила себе куда мне нужно доложить прошла сейчас возьму материал и доложу снимаю также обезжириваю убираю излишки опила и докладываю материал также это делаем монофазом прям дисперсию создаю промазала по всей поверхности видите толщина мне спаски из-под кисти вышла я как раз эту толщину на бочок в нужном мне направлении и отправляю промазала докладываю где необходимо с одной и с другой стороны в центре толщины у меня достаточно здесь я просто более ровно так на нет сведу с носика подтягиваю в бочок увожу готово сушим подсушиваем и дальше будем уже выполнять финишный финишный опил на более короткой длине конечно все будет у вас попроще не нужно будет второй раз опиливать можно сразу выстроить будет архитектуру но за счет того что у нас и если мы вот говорим о гелевых типсах арочных арочный квадрат то здесь у нас длина свободного края это фактически 12 единиц это такие хорошие полноценные длинные ногти на которые сейчас актуален запрос девчонки стали делать стали возвращаться к этой большой длине и типс это хорошая основа чистой четкой архитектуры потому что квадрат ну даже не говорить о арочном квадрате в принципе форма квадрата и особенно зауженный квадрат самая сложная форма достаточно сложно вывести четкие ровные боковые параллели то есть есть особенности чтобы пилить идеальный квадрат нужно напилить много ногтей иметь большой опыт если у вас опыта недостаточно хочется моделирование с хорошей длиной чистой архитектурой то вот как раз таки типс может нам помочь в этом вопросе сразу видно я прокручиваю пальчик при этом я когда пилю сейчас я опустилась ниже камеры я все-таки смотрю в торец прежде всего сразу видно видите бачок ямочка у меня ушла выхожу на поверхность центре перехожу на боковую поверхность с другой стороны как раз таки там где мне материала не хватало при большой длине при опиле можете фиксировать прям свободный край у себя зафиксировали зажали потому что чувствительно когда мы пилим такую большую длину то есть ее не было потом она у нас вдруг появилась клиенту может быть чувствительно чувствовать будет он опил шевеление в зоне свободного края вы можете прямо укладывать себе на руку здесь и вам удобно и клиенту комфортно я сейчас разверну пальчик посмотрю свободный край чтоб он у меня торец такой был ровненький хочу еще немножечко толщину подобрать именно по торцу пилю всей поверхностью пилочки она у меня касается всей плоскости и в таком варианте опила у меня сразу видите поверхность она гладкая получается вот прям гладенькая не как граненый стакан отсутствуют грани и сразу хорошая такая ровная поверхность перехожу к опилу в зоне лужи ногтевого дорабатываю 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 даже несмотря на такую небольшую длину все равно ногти смотрятся достаточно наоборот на большую длину ногти смотрятся достаточно аккуратно они тоненькие так дорабатываю в зоне стыка в зоне в роста ногтевого с одной стороны и с другой стороны и дальше уже по поверхности прохожу буду проходить со шлифовщиком уберу блеск в зоне кутикулы доработаю поверхность сначала прохожу более грубым абразивом также положила ноготок себе свободный край уперла в свою руку вложила и выглаживаю подхожу под кутикулу зачищаю границу гель натуральный ноготь убираю блеск жмите у меня пальчик тут с особенностями задний валик в зоне синуса прям такой ярко выраженный кармашек там можно прям оттянуть максимально попробовать своим пальчиком оттянуть для того чтобы там тоже зачистить блеск и все убрать поверхность у нас готова ноготок на я разверну посмотрю ноготок у нас готов и теперь уже можно приступать непосредственно непосредственно к дизайну мы сегодня с вами сделаем витраж или эффект витража или можно даже сказать что это витраж полноценный и будем этот дизайн выполнять с внутренней стороны под эти типсы нужно чтобы у клиента были идеальные ногти на плоских держаться не будут девочки идеальные где же такие взять ну начнем с этого да что идеально это и нет на плоских ногтях они будут держаться потому что смотрите они вот в контактной зоне достаточно гибкие то есть сам типс он конечно имеет не сильно гигантский видите типс имеет изгиб хороший но при этом вот видите сама контактная зона она не толстая вот этот порожек ступенечка вот это она не толстая и при установке вот как бы так посмотреть видите даже на плоскость то есть фактически можно ее немножечко как бы расплющить именно по изгибу они подойдут даже на плоские ногти вот с у них агрефозными сильно у них агрефозными там у нас как бы вопросики могут возникнуть а именно с плоскими нет подойдет подойдет так как вы ее поджимаете прижимаете она принимает форму форму ногтя я сейчас взяла влажную салфеточку хотел сказать тряпочку уже влажную салфеточку девочки просто излишки убираю излишки опила что они прям начали меня раздражать немножко вот вот прям хочу чтобы он чистенький был без пыли вот сразу предупреждаю вопросов слоек не будет сто процентов я в этом глубоко убеждена так и приступаем к дизайну дизайн мы витражный будем делать с внутренней стороны для этого мне понадобится моя база медиум на которую я фиксировала базу медиум я постараюсь разнести тонким словом слушай а кстати что медиум можно шебейс гель просто обычный да давайте по жиже возьмем я на предыдущем ноготке медиумом делала сейчас более жидкую возьму базу чтобы толщины было меньше жидкой базой прохожу с внутренней стороны протягиваю создаю раз раз создаю дисперсию прям кисточкой много не нужно ты меня поправляй потому что эти конечно надо мной камера и мне достаточно сейчас какие то волоса у нас они не предполагались в дизайне потом вытащим оттуда так я нанесла базу и смотрите вот можно любые варианты как раз таки достать все что залежалось у мастеров какие то блестки я уверена что наверное даже мастера которые никогда не моделировали это витражные ногти у всех абсолютно у всех есть куча всяких блесток блесток и декорации и с внутренней стороны только смотрите желательно чтобы они конечно были более плоскостные сильно толстого сюда не запихаешь нам же не нужна здесь гигантская толщина нам нужно просто плоскостная декорация которую мы выложим с внутренней стороны по насыщенности по плотности этих декораций вы уже конечно регулируете сами хотите более насыщенный либо наоборот насыщенный в зоне кутикулы и такое более совсем прозрачные оставляйте в зоне свободного края то есть здесь уже конечно пошел политфантазии просто апельсиновой палочкой это делаю прижимая их прям раскладываю и немножко плоскостное такое движение делаю серебрышек убираю кисточкой переворачиваю переворачиваем видите он какой получается сейчас он у нас фокус на блеске смотрите он сейчас у нас матовый так как он опилен но я в любом случае переворачиваю и контролирую вот эту линию гипонихия контролирую этот изгиб смотрю в изделии у меня уложились хорошо блески при необходимости вот в уголочке в изгибы чтобы у меня там дырок не было пустот я прям валик боковой отодвигаю и кисточкой линеарной туда подпихиваю если хотите такое слово подберем просушиваем декорации можно любые использовать достаем из своих чемоданов все что у нас залежалось все что мы долго не использовали и берем их обратно в работу потому что все циклично все возвращается и длина возвращается и дизайны витражные также в нашу жизнь возвращаются пока Юля подсушивает я еще раз показываю работали мы типсами гелевыми делали удлинение скульптуру стрессовую зону форм гельклеером проходили и монофазом выкладывали архитектуру по поверхности так Юля вернись ко мне с внутренней стороны теперь я прохожу тегласа топ теглас он без липкого слоя я прохожу и перекрываю девчонки ну смотрите и и мужчины тоже если нас смотрят толсто не выкладывайте я прохожу и прям счищаю наша задача просто перекрыть может слегка там выровнять промежутки между блестками между декорациями сильно толсто не нужно потому что если мы сильно дадим большую толщину уже не нужен перегруз в зоне свободного края то есть нам это нужно просто эффект декоративный чтобы приобрел никак не толщину прошлись протянули просушиваем сейчас буквально 30 секунд просушим далее уже будет досыхать и мы приступаем к следующему этапу сегодня я взяла в работу гель-лаки витражные 253 255 номера они тоже у нас представлены на сайте также есть стоимость 560 рублей они сейчас со скидкой витражи именно взяла потому что конечно же хочу чтобы у меня ноготь остался таким полупрозрачным полупрозрачным они очень хорошо смешиваются друг с другом прям вот можно в градиент их я синий взяла и желтый конечно при смешении смешание этих цветов получается зеленый в центр видите они очень-очень классно смешиваются друг с другом достаточно плавный получается такой переход можно разные вариации смешивать в общем здесь уже просто полет фантазии кстати вот в таком прозрачном матовом перекрытии тоже классно будет смотреться здесь смотрите можно можно прийти и частично то есть если мы хотим например ну вот очень тонко чтобы у нас такой тонкий тонкий был легкий оттенок видите какой приобретает цвет ну в матовом правда классно мы смотрим мы можем с тобой поэкспериментировать кто нам запретит то есть можно девочки сделать прям вот такую растушевочку именно в зоне свободного края даже не обязательно переходить на ложе сейчас на такую работу время какое надо мы в эфире час смотрим на 10 пальцев длительный процесс девочки ну это самый такой популярный вопрос сколько нужно времени на работу все зависит от навыков и понимания что вы будете в итоге делать потому что мы же слушаем видите я рассказываю что-то параллельно показываю что конечно такая работа больше времени у нас занимает смотрите видите что делаю прям втирающим движением прям эксперимент я думаю что на такую длину с дизайном ну вот три часа на мой взгляд это максимальное количество времени которое которое должны занимать такая работа ну плюс на типсах моделирования намного быстрее на типсах быстрее в эфире конечно всегда будет дольше вот особенно когда мы разговариваем с вами параллельно еще все это обсуждаем поэтому конечно всегда дольше получается слушай глянь как я его сделаю вот ну абсолютно реально за три часа спокойно сделать вот видите я его прям кисточкой растушевываю вот такой эксперимент прям здесь и сейчас вот 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 единственное что хотелось бы сказать что абсолютно точно это быстрее будет чем моделировать классическим способом на нижних формах это сто процентов девочки мы ушли фактически в зеленый фактически в зеленый цвет и с одной стороны вот к центру добавлю прям зелень вот сюда подмешаю видите он прям растушевывается даже не нужно там кисточку какую-то для градиента брать все же в таком хаотичном порядке этот ноготок мы хотим сделать матовый предыдущий у нас был глянцевый мы будем использовать шермиконы шермикон 215 как он там у нас лунула да лунула точечки форма лунула сформированная из золотых точек очень ненавязчиво легко смотрится также он доступен сейчас в продаже 170 рублей стоимость Юлинка давай ноготок ноготок можно перекрыть топ-текласом можно для избежания толщины просто обезжирить поверхность и сделать ее глянцевой потому что вот на предыдущем ногти я прям теклас наносила и добавила толщину сейчас видите я прям обезжирила излишки сняла и теперь смогу уже разложить разложить декорации все давай попробуем с кутикула и с кутикула такая более заквадраченная и здесь у нас еще и идет валик около ногтевой такой прям активный я хочу завести его прям 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 под кутикул это елки палки обычно если вот такие шермиконы раскладываю я обычно подрезаю подрезаю излишки но здесь видите широкие у нее ноготок широкий и он даже и без дополнительного какого-то дополнительной обрезки он очень хорошо лег у нее в зону кутикулы следующий я возьму для того чтобы перекрыть для того чтобы перекрыть линию улыбки так какую тут возьмем чтобы пошире был слушай а если мы вот этот же возьмем Юль Юль что ты молчишь прокомментируешь пообщаться я больше не комментирую так вот один раз сказала а теперь ты что-то запомнила так примеряюсь выкладываю девочки затрагиваюсь очень аккуратно потому что смотрите если вы прям сразу прилепите очень сложно его потом будет в обратном направлении отодрать то есть он очень 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 прочно так уложили теперь отзеркалим эту историю где-то такой дизайн для тех кто хочет что-то сделать но при этом не хочет чего-то рисовать не хочет рисовать нет времени рисовать или даже не может рисовать такие варианты тоже возможно поэтому это конечно выход выход из ситуации сироп 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 уложила в центр поправила поправила выровняла просто делаю такие зеркальные дуги опять в центр уложила подправила ногти выглядят с ног ошибательно больше театральные восточные луновуки такой эффект придают полумесяц дополнить так какую-то надкрустацию сделать по поверхности и вообще огонь хорошо прижимаю чтобы не было пузырей это барабанная дробь теперь выровнять по поверхности потому что длина большая переход шермикон толщину имеют переход от одного к другому естественно будет и вот чтобы поверхность не получилась волнами и конечно девочки нужно выравнивать это на такой большой длине не всегда очень удобно так чтоб не летал не летала какая-то это в воздухе да крошечки не садились так капельку поставила и пошла притягивать по поверхности заполнять промежутки стыки между лунуками с одной стороны с другой знаете нужно и двигаться вроде как быстренько чтобы ничего ничего никуда не утекло нет это топ теплос топ теплос без безлипкого слоя чтоб и на ложе все было гладко не потекло никуда переворачиваем видите какие они стеклянные прям такая стекляшечка витражечек здесь у нас был более яркий более насыщенный цвет потому что потому что я потолще брала а тут я прям растушевала растушевала прям на ногти растушевывала кисточку так как будто как будто выровняли ну это не точно сушим и мы договорились что мы сделаем его матовым предыдущий ноготок мы в глянце оставили сейчас будем делать матовый топ вельвет нам для этого понадобится топ вельвет смотрите кстати вот ваш вопрос о топ слайдере если вы будете вельветом покрывать на такую длину большую и клиент активно пользуется в принципе можете топ слайдером хорошо покрыть и на него топ вельвет очень классно на слайдере держится вельвет матовый топ не стирается не по торцам ничего с ним не происходит тоже как вариант поэтому можно было и топ слайдером перекрыть так ну и что сейчас пойдем поверхность делать матовую юль давай ноготок матовый топ так а что ты мне тут прилепила скажи пожалуйста классический вариант это не я это лампа взяла там кусочек чего-то мы прилепили и уже я покрываю топом вельвет протягиваю также по всей поверхности слушай мне кажется они с этим с вельветом вообще больше с огонь топ вельвет мне делает мне кажется все восхитительным отдельная любовь отдельная любовь да к топу вельвет тоже вот мы сейчас дизайны новые прорабатываем с юлей готовим и понимаем что вот большинство дизайна все равно нам нравится в матовом в матовом исполнении он какой-то приобретает особый шарм так ну и конечно же я все равно прибегну к помощи линеарной кисточки для того чтобы подтянуть под кутикулу полностью качественно перекрыть шермикон который у нас был под кутикулой чтобы он у нас качественно держался обязательно это нужно сделать вот прям границу хорошо перекрыть топом проконтролировать также небольшую капельку добавляю вот наложен ногтевое линеарочка тоже немножечко растягиваем пузырьки все с поверхности убираем заполняем неровности и смотрите вот с носика именно в зоне свободного края всегда стараюсь максимально толщину убрать что чтобы удочки зоне свободного края не получалось не образовываться переверни матовый топ тоже можно совершенно спокойно выравнивать подтягивать так все же кручу его и так и так я в центре вижу меня здесь как провалилась немножко я лучше возьму и добавлю то хочется чтобы перекрываю все все перекрываю бока и все и отправляю сушиться сушим поверхность и сверху мы решили сегодня клёпочками такими клёпочками золотыми разбавить они кстати очень классно смотрятся вообще во многих дизайнах как соединительные элементы можно их использовать как самостоятельные для инкрустации очень классная штука этот продукт у нас очень давно в ассортименте присутствует мы давно с ним работаем классно смотрится классно оттеняет клёпки буду ставить на скульпт макси на гидлаковую базу макси кисточку достаю что положу вот так и на небольшие капельки базы макси я буду фиксировать уже клёпки ой какой классный грань конечно в матовом варианте просто просто совсем другой расклад центр вставим кто-то из девочек сказал что восточные мотивы вот сейчас я прямо с вами сто процентов согласна потому что ноготь приобрел такой загадочный загадочный такой да загадочный клёпочки в середину я устанавливаю клёпочку и просто аккуратненько аккуратненько дотрагиваюсь немножечко чтобы она у меня утонула установила и сухой частью кисточки прям вот немножечко раз ее и подсадила прижала чтобы окантовочка получилась слушай фокус уходит у меня на эти наклёпки да наклёпки на лист этот с цветом вот и смотрите а вот в данном случае слушай мне хочется в зону кутикулы поставить да прям просится еще еще и в зону кутикулы ты уже молчишь а ты хотела а что ты клиент что ты молчишь тогда клиенты такие которые сидят молча и вот сюда поставим тоже немножко утопим его база сейчас сушил фокус сейчас все уберем чтобы фокус вернулся сушим с матовым топом можно поиграться можно кстати при желании какие-то элементы там частично выделить тем же самым теклосом точечно крыть мы сейчас спросим обязательно слушай да еще все понеслась я когда начинаю что то делать и потом все потом поперла этого может быть не будет знаете так прям явно видно но вот какие-то только не криво конечно надо это делать маленькие маленькие моменты маленькие элементы можно выделить просят сбоку показать я сейчас покажу девочки все просто точно не мне не нравится главное надо было попробовать надо было попробовать так ну давай до суши и сейчас покажем сбоку и покажем торец работали мы сегодня типсами типсы гелевые арочный квадрат также для моделирования использовали форм гель клер и монофаз гель фиксировали типсы на скуд медиум для декорации использовали два цвета витражных витражные гель лаки 255 и 253 цвет и также мы использовали шермиконы вот такие лунуки золотые 215 у них номер все доступно на нашем сайте у представителей по регионам также все это можно приобрести так ну и что и давайте посмотрим и давайте посмотрим варианты вот смотрите такой ноготок у нас получился на эфире то что мы сейчас выполняли фокус коробочку убрать коробочку убрать все пытаюсь фокусироваться на нем почему-то или может быть мне так кажется что фокуса нет вот такой получился вариант вот по боковой оси видите внутри мерцает переливается сделали лунуками такой можно сказать даже орнамент получился по центру клёпочками добавили и такой же вариант у нас в глянцевом глянцевом виде мы делали этот эфир выполняли этот ноготок выполняли в инстаграм поэтому можете написать какой вариант вам больше нравится глянцевый или матовый клёпки не перекрываете не облезут клёпку я не перекрываю никогда они очень хорошо держатся когда ставлю капельку капельку макси я ставила и клёпочку прямо утапливаю и вокруг клёпки получается такой кантик и она зафиксирована а золото нет золото не облезет они очень хорошо хорошего качества хорошо стоят а и торец просили показать я не вот почему-то не могу сфокусировать его вот так такие ноготки да матовый огонь вот нам тоже так кажется что все-таки матовый прикольней смотрится и цвета другие оттенки другие появились так что всем спасибо большое за эфир мы его обязательно сохраним комментарии можете оставлять если какие-то у вас остались вопросы пишите всем желаю всего доброго самого хорошего и хорошего дня до свидания